В интернатном заседании я очень внимательно слушал. Я сделал несколько выводов на один из них. Примерно геопатику, мне кажется, самый... Ну, во-первых, то, что там 100 тысяч километров протяженность, а то, что самая дешевая, на деле, стоимость перевозки, это означает, что это стратегически важная сфера деятельности. Но я ни одного слова не услышал, к сожалению, про успешную безопасность этой деятельности. Мы знаем, что это лицовная безопасность, еще безопасная, информационная. Кстати, вот даже ректор, когда выступал в университете, он говорил только, это программа будет, это информационная безопасность. Мы говорим о комплексе безопасности. Это значит, что это комплексное решение, построенное на универсальных инструментах. Вот это вот самое главное, то, что мы говорим. И мне понравилось... Сергей Владимирович, включи, пожалуйста. Понравилось выступление руководителя канала «Имени Москвы», который, ну, мы солитарны с ним, что все перемены, мы готовы ко всем переменам, как он сказал, кроме только жены и детей. Да, вы здесь полностью согласны с ним, мы тоже готовы к переменам. И одним из символов этих перемен является то, что Росатом открыл, поручил открыть в нашей фирме, в ДИНАМ, новое тематическое направление интеллектуализации технических средств защиты. Отрасневой мониторинг и геоприбационные системы. Вот эти направления, которые здесь показаны, вот синим, голубым цветом показано то, что мы сегодня уже имеем. А фиолетово то, что сегодня, ну, в частности, звучало очень ярко сегодня в предыдущих докладах, то, что мы реально собираемся сделать по вот этим фиолетовым направлениям. Не буду вдаваться в каждой из них, презентацию вы можете взять, посмотреть вопросы, необходимо бы ответить на вопросы. Я хочу обратить внимание на геоинформационную систему. Это система, которая работает с геопространственными данными. Перед тем, как говорить не только о безопасности, о любом виде деятельности, вы должны понимать, каким же, какой инфраструктурой, каким объектом вы управляете. Вот на примере гидроэлектростанции, видите, здесь нанесены тематические слои. И вот это сейчас идет пока вся инфраструктура водного хозяйства. Насосные станции, потребители, запорные устройства и так далее. Вот это геоинформационная система, на которой на пользу зарубляет огромные базы данных. Причем, нажимая на каждую из этих точек, вы можете получить ту информацию, которую, естественно, мы заложили. То есть это яркая межорганизация знаний, это автоматизированная база знаний по объекту. Дальше сейчас будет, это уже по электроэнергетике, сетевые системы, сетевое освещение и так далее. Такая геоинформационная система есть у инфраструктурного, а это отечественная система, наша отечественная система. И она готова к реальному применению, уже имеет небольшое реальное применение. Вот это, как бы сказать, гематические слои. Вы можете, в принципе, любые слои создавать, следующее, наверное, пожалуйста. Вот, например, гематический слои заданувших кораблей. Ну почему, да, Путин сказал, с канавами не может, и не пошли, не посмотрите, что же там лежит на метр. Вот это каждая точка, и сейчас там это крылья, каждая точка, это место заданувшего корабля. Вот это карточка этого корабля. Дальше, вы видите 3D-модель этого корабля. Я говорю об инструментариях сейчас. Вот этот райдер, и даже сняли целый ряд снимков. Вот это снимки, которые можно посмотреть. Мы такой проект еще будем выделять на гранд-президента, чтобы посмотреть, что же находится у нас на дне. Это одно из применений геоинформационной системы. То есть, вы на любой точке пространства на карте или на космосферке подключаете любую информацию и получаете эти данные в тот момент, который вы будете окружать. Это очень, в принципе, система поддержки, принятия решений. Когда вы видите то, что есть, у вас тем влазнее, тем вы уже можете визуально даже поддерживать свои решения, принимать правильные решения. Дальше. Вот это пример, ну, конечно, демонетический пример, это пример плотины. Что будет, если, значит, разрушится, где же не извело эту плотину? Вы видите, вот, значит, что закручено и покрыто. Дальше там есть какие-то плотины, сама целиком допустила. Это сделано, естественно, с учетом рельефа, с учетом реального космосферного высота, реальной инфраструктуры. Дальше можно посмотреть, если совсем, ну, это все плохо, все полностью будет разрушено. Значит, что будет через два часа, через пять, через десять часов и так дальше. То есть, вот это вот тоже система поддержки принятия решений. А дальше, конечно, сейчас я не буду этого показывать, дальше оценивается, какие именно залиты, сколько там же, как путей, что-то уходит из строя. Все это мгновенно наносится на карту операторами. И тем самым вы владеете салютами. Дальше. Нет, дальше, дальше. Дальше. Чтобы оценить вот эту обстановку, вы должны иметь 3D-модель самого объекта, который вам поручили. В данном случае, такой вот дубна. Мы сейчас смотрели, как его залило, а вот мы сейчас имеем 3D-модель. Причем, эта 3D-модель, это не сделанная тема шеи, эта модель, это подможка. Ее можно наносить сюда данные, наносить информацию, там, включать пожары, заливать воду, это все, перемещать вот эти все объекты с места на место. То есть, это динамичная 3D-модель, которая позволяет нам работать в отличной ситуации. Вот это вы включаете, допустим, свой земельных отношений, какие, чья земля, здесь, значит, кто хозяин. Можно даже применить не только при наводнении, а посмотреть, у кого какие задолженности, вот зеленым цветом, дальше какие-то высвечиваются, у кого, значит, там, виза, кто-то должен, кто-то не должен. Это, еще раз, включаю, герсальный инструмент, который позволяет не только решать проблемы безопасности, но и проблемы социально-экономические, возможности и обороны. Следующий блок, который сюда же в одном комплексном решении включается, это мониторинг подвижных объектов, это мониторинг транспорта, мониторинг людей, можно в реальном времени отслеживать, где находятся ваши сотрудники, что они делают, чем занимаются, как движутся машины, выходили ли они из зон, а уж тем более, но очень важно, когда наступает такая критическая ситуация, что-то случается, вы зашли понимать, где какие транспортные средства находятся, и как вам поставить задачу. Значит, поставить им задачу можно с помощью отдельных предложений. У нас в нашей информационной системе есть отдельные предложения, которые позволяют поставить задачу. В данном случае это спор сообщений с мест, я не буду сейчас говорить в деталях, в этом мобильном я расскажу, это мобильные предложения. Какой-то, типа, добротел, только добротел, он поднимает проблему, говорит, у вас там что-то сломалось, что-то там не работает. Наша система позволяет решить проблему. То есть дальше, после того, как получается какая-то проблему с мест, назначается сотрудник, ему дается поручение через мобильное предложение, он его это поручение отрабатывает, почему-то, как раз он со своим чувством, чувствуется автоматически, и дальше идет отчет. Сколько кто сделал отчеты, выполнены, не выберут кого-то, и делается как-то конкретного исполнителя и конкретное подразделение. Это сложно оценить качество работы этих людей, которые устраняют задачу. Попчеркиваю, это универсальное предложение, оно кондиционитное, в политических ситуациях, и для обычных наших самих органических действий. Дальше. Вот сегодня говорили о системах охраны объектов. Вот, например, развалили одну ГЭС, на войне не наступило. Для того, чтобы этого не произошло, предлагаются очень простые решения. Это работали, причем я хочу обратить внимание, что сегодня вот у нашего кластера уже, не только у дедавра, или у завтра Атола, но уже у кластера, который создан, большое количество готовых технологий. Почему мы так смело говорим о комплексном решении, что у нас есть большое количество систем защиты, на связи с инструментами геоинформационных, инструментами 3D моделирования, поэтому мы можем всегда говорить о комплексном решении и предлагать буквально такие системные, крупные проекты. Ну, например, это, конечно, не самый крупный проект, хотя очень важно. Мы говорим, что там, если разрушится этот ГЭС, там, где-то несколько миллиардов, построят 200 миллионов. Но вот система, которая включает, может, в себя, не только тот самый ГЭС, который мы разрушили, это эдукационная станция метрового диапазона, это метрового, это система видеонаблетения трусика, это верхняя полосфера закрывается нижняя, и закрывается гидроакустика, и отлично, отлично выжить. Дальше. Дальше. Ну, вот примерно, как это, вот поставили на нашу, на нашу среду, на нашу среду, Дублинскую, поставили эти станции, вот это видеонаблюдение, вот это, где вот так, станет здесь. Значит, они покрывают не только вот эту зону, которая, непосредственно, как в лотине оттуда, она закроет мозг, который сейчас строится стратегически, и, то есть, закроет, вот весь этот стратегический район, закроются вот эти, вот, ребята, учительные системы, и плюс, нижнюю сферу, еще ничего позже расскажу. Дальше. Вот, например, гидро, нашу видеонаблюдение, это вот это, вот такая, для тех, кто будет его применять, кто применяет уже его, это такая простая обучающая система, которая понимает, что это такое. Вот это вот, значит, это элементы для нашего комплекса тренажера, о котором мы завтра будем говорить. Если кому-то интересно, я на секцию эту расскажу о комплексном тренажере. То есть, вот это вот кадра, видим, вот такая диагнозона, вот так она работает в любых условиях, причем учитывая зловерение погоды по сфер, по различным других параметрам. Дальше, вот, вы видите, сейчас это обнаружил нарушитель, вот это и как она, это видео-канал. Это все собирается в центре управления, и также принимает соответствующие решения с учетом тех, так как, например, в операционной системе, которые говорили. Например, там, моделировались обои столкновения, моделируются, или отключаются знания о проходимости дорог. То есть, можно заранее сказать, за какой валикой прибудет нам наряд туда, или будет перемещаться, и их сложно вообще. Дальше. Ну, нижний полоспер, и сегодня уже об этом говорили, и добавляем просто в той системе, в которой гипотентический вес, вот эта система, которая позволяет нам пригрызть и нижнюю зону, и ближнюю зону тоже. То есть, это комплексное решение, которое, при необходимости, может выращиваться и другие еще в нашем системе. Дальше. Два слова про комплекс тренажеров. Сегодня очень правильно сказал ректор. Ну, когда я говорю о проблеме, говорят, проблема, 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 а потом говорят, ну, и в том числе образование. Вот так я тоже хочу сказать. То есть, вы поняли, что тоже универсальные, кстати, средства, я просто однослову скажу, детали завтра буду говорить, о том, что этот тренажер, который позволяет электронный обучающий конкурс, это фактически база знаний о объекте, положенном на 3D-бателе, плюс систематистику. Правый блок, это динамика. Это динамика технологических процессов, то есть, у вас это боя столкновения с нарушением, с учетом бателе, столкновения, естественно. Это динамические базы знаний по той обстановке местности, в которой это объекты стоят. То есть, фактически это база, необходимая база знаний. Моделирование технических систем, это функционирование, вот те все те наблюдения, которые мы говорим в различных, в различных условиях. И поддержка принятия решения, ну, в данном случае, пока мы делаем визуализацию, даже в струкции, всякое простое, чтобы человек не думал, что это нужно делать, а посмотрел на стерок, то же не надо. Об этом будем завтра говорить, просто я хотел, когда на комплексе нашел бутылку, рассказать о том, дальше. Ну, и последнее, что я хочу показать, это вот видео нашего полигона альтернативной энергетики, о нем уже сегодня поговорим, просто я хочу, чтобы немножко запомнился визуально. Посмотрите, прекрасное место, видите, такая коса, да, вот здесь стоит, этот наш полигон альтернативной энергетики, да, здесь ветерогенератор, здесь солнечный генератор, только чтобы, причем, это все хозяйство, канал Евгений Москва и заморковали в присутствном открытии, и мы рассчитываем, что это место станет, ну, такой точкой технологического роста, оно уже стало точкой роста для в Старском университете Томна, активно работаем со студентами, но и вообще, место просто великолепно, оно для технологического прорыва очень нравится, тем более, что, когда я сегодня говорю про энергетическую оборудование, мы любим Москве, я тоже подумал, что, наверное, там на берегу воды ветер, то и хорошо, и солнышко светит, тоже ярко, поэтому там тоже было бы интересно, конечно, это все использоваться. Ну, в заключении, хочу сказать, что вернуться к тому, что это кокресный проект. Мы, в общем-то, и Борисея Анатольевича, и Александр, мы подготовим предложение нашей резолюции для тренинга, я понимаю, что резолюции не обязательны, но мы хотим бы сформулировать все-таки пожелания чтобы проблема комплекса безопасности личного транспорта и инфраструктурной, а мы бы заняли какое-то достойное место, потому что есть уже может и генеральная целевая программа, и целые другие программы, есть цель-приятные генеральные генеральные органы, есть рушбарки, которые все это охраняют. Наверное, как-то то, что вот эти вот задел, ну, только наш, конечно, но другой, надо учить, что для комплексного решения вот этой безопасности вот этой вообще не ресурсы, и что для этого вы видите, сегодня у Петерина надеюсь, что есть хорошие заделы, хорошее понимание системное, есть инструментарий, то есть здесь для старта в любом направлении есть хорошая насчет. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ СМЕХИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ